Работы с мусором предстоит много, говорит директор Эко-Альянса. Именно они и среди немногих выиграли конкурс и будут заниматься отходами во всех зонах по Бурятии. Напомним, республику поделили на три зоны, чтобы в каждой был свой оператор по мусору. В итоге сбором, утилизацией и размещением везде будет заниматься Эко-Альянс. Мы бы хотели показать, что мы можем заниматься и умеем заниматься с мусором. Этим я занимаюсь 16 лет. Мы бы хотели бы применить свой опыт, свои знания, опыт нашей команды здесь, на территории Бурятии. Мы бы хотели показать результат на территории географически. То есть взять регион и показать, что с регионом можно работать. Причем не самый регион самодостаточный, а регион, в котором есть проблемы, есть ограничения определенные. Соглашение с Министерством природных ресурсов Бурятии подписано. У иркутской фирмы хорошая репутация, говорят здесь. Это не какая-то фирма-однодневка. Парк автотранспорта – большой опыт как в сортировке, так и в переработке отходов. Плюс иркутяне обещают создать рабочие места. Благодаря новому оператору Бурятия, наконец, перейдет к замкнутому циклу обращения с отходами. Ведь до этого все твердые бытовые банально зарывали в землю и загрязняли почву и грунтовые воды. Как будет собирать мусор новый оператор, устанавливать контейнеры для разных видов отходов или сортировать их сам, пока неизвестно. Раздельный сбор отходов, согласно законодательству, должен будет внедрять региональный оператор. Какую систему он выберет – это его право. Пока это не первоочередная задача у него – вводить раздельный сбор отходов. После того, как он уже определится с тарифом, он нам предложит свое видение, как и каким образом он будет планировать раздельный сбор отходов. Новый оператор, в свою очередь, убежден, чтобы заниматься мусором, его нужно сортировать. К тому же, уже с 1 января несортированные отходы захоранивать будет нельзя. Но приступить к работе, пока республика не передаст им две мусоросортировочные станции, они тоже не могут. К слову, станции сегодня практически не работают, а значит, вложений потребуется еще больше. Больше будем и платить за свой мусор. Но новый оператор обещает, что серьезных изменений на своем кошельке мы не ощутим. Тариф изменится, но незначительно. То, что пугает население значительным повышением, это все полный ронда. Он изменится незначительно. Соглашение с компанией «Эко-Альянс» подписано на 10 лет. Это значит, что все это время именно она будет отвечать за цепочку оборота твердых коммунальных отходов в республике. Это и 355 несанкционированных свалок по всей Бурятии. В миг они никуда не исчезнут, но к их утилизации иркутская фирма тоже должна предложить руку. Если раньше в районах мусор просто вываливали в лесу или на обочине, теперь за весь процесс будет отвечать региональный оператор. А значит, ему придется налаживать связь с муниципальными властями, чтобы те взяли на себя ответственность за раздельный сбор отходов. Мария Латшева, Жагацин Дашиев. Новости дня. Мария Латшева, Жагацин Дашиев. Новости дня.